Середина ноября подарила белорусам настоящую сказку, но вместе с собой принесла и серьёзную опасность. Как итог, разбитые в дребезги авто и самое страшное – унесённые жизни. Только в выходные в Беларуси произошло 526 аварий. Три человека погибли, 11 получили травмы. Практически везде причина одна – водитель не справился с управлением. Зрелище порой не для слабонервных. Использование зимней резины с декабря – обязательное правило. И здесь речь скорее не о штрафах, а о безопасности. Сотрудники ГАИ одно за другим останавливают авто на Октябрьской. Первый водитель признаётся – железного коня переобул чуть ли не в начале осени. Говорит, платить не хочет ни здоровьем, ни рублём. Погода непредсказуема, так что лучше заранее, чем потом будут проблемы. Инспекторы учитывают специальную маркировку, а также высоту протектора – не менее 4 мм. Кроме того, зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах. Первый рейд показывает – водители осознают опасность сезона. Некоторые отдают предпочтение всесезонному варианту – нарушителей нет. Как она себя показывает? Очень хорошо. Я очень довольна. Тут два года, как я ей пользуюсь. Всё устраивает. Меня раздражало постоянно менять летнюю на зимнюю, зимнюю на летнюю. Всесезонка допустима, однако к эффективности у специалистов всё же есть вопросы. В первую очередь такие шины быстро изнашиваются, порой менять их приходится раз в полгода. Плюс менее эффективное сцепление с дорогой, а если лето выдастся сильно жарким, комбинированная резина может расплавиться. Но тут выбор за автомобилистами. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечёт ответственность от двух до пяти базовых величин. И всё-таки сменить резину и подготовить автомобиль недостаточно. Важно перестроиться на зимний стиль вождения. Нужно соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и отказаться от резких манёвров. Самое опасное положение на дороге и потеря управления здесь действовать необходимо по ситуации и в зависимости от привода авто. В случае с передним, самым распространённым, руль необходимо крутить в сторону заноса и немного добавить газ. Нельзя переключать передачи и использовать тормоз. Даже малейшая неисправность машины при движении по скользкой дороге или в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, с этого года для выдачи разрешения Белтехосмотр тоже проверяет наличие зимней резины. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.